Фильм о детях военного времени начали снимать в Новосибирской области. Рабочее название «Суворовец» 1944. Режиссер, артист «Красного факела» Денис Казанцев. В главных ролях подростки и актеры ведущих театров региона. Большая часть съемок проходит в Колыванском районе, но открывающую фильм сцену сняли в Новосибирске. Алексей Кудинов побывал на съемочной площадке. Вы вдвоем идете за этой дамой, она сделает шага три. Вы идете только с левой стороны от мешков. Успех фильма во многом определяет массовка. Сегодня утром в музее железнодорожной техники собрались около 70 артистов-любителей. Дети, реконструкторы, пенсионеры. Для многих это первый опыт съемок в кино. Поэтому перед началом режиссер объясняет базовые правила. Сотовые телефоны убрать, в камеру не смотреть. Задача была на площадке, чтобы работало 40 человек, из них 10 военных. Я написала в соцсетях призыв ко всем желающим. Задача у нас сегодня 68 человек, не считая военных. Поэтому мы два раза как минимум перевыполнили норму и можем одеть 100, если будет нужно. Костюмы и реквизит подбирали под конкретный год. 1944-й. Кто-то одет скромно, кто-то празднично. Ведь по сценарию люди встречают на вокзале поезд с родственниками, бойцами с фронта. Среди пассажиров парнишка из Суворовского училища. 1944-й год, тыл, здесь, Новосибирская область, деревня, в которой живут главные герои мальчишки, отцы которых воюют, и мальчишки их ждут. К ним приезжает главный герой фильма, мальчишка по имени Вовка, из Суворовского училища, из Воронежа. И, собственно говоря, там происходят различные перипетии, в которые Вовка погружается. Так, камера готова. Ты, Виталий, ты, пускаем. Первая группа пошли. Большая часть съемок проходит в деревнях Колыванского района. Фильм про детей военного времени Денис Казанцев делает в первую очередь для юных зрителей. Среди исполнителей главных ролей актеры ведущих новосибирских театров, для них съемки в большом игровом кино, то, на что не жалко потратить несколько недель отпуска. Опыт у меня совершенно небольшой. Это у меня два эпизода тоже в картинах. Ну, это более сдержанный, конечно, способ существования. Но у меня же есть спектакль «Тайм-аут», понимаете, где я работаю уже с камерой, поэтому все уже как бы так полегче. Для Дениса Казанцева это первая большая игровая картина. Но в кинопроизводстве режиссер не новичок. Короткометражки его творческого объединения «Парттеатр» собрали десятки наград международных и всероссийских фестивалей. В съемках «Суворовца» участвует и студия детского кино «Краски». Основа бюджета – Гранд-президентского фонда культурных инициатив. Масштабное историческое кино в нашем регионе снимают нечасто, и авторы надеются, что новый фильм ждет не только фестивальная судьба, но и широкий прокат. Алексей Кудинов, Александр Миняйло. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова